Уж совсем такой фантазии, да? Да. Ну вот. Такой вот... Хорошо, и здесь я вам дальше подробно... Вот я еще вторую часть. Ну, вторую часть вы можете самостоятельно познакомиться. Как раз упоминавшаяся это, условно говоря, скороговорка. Она, конечно, не задумывалась как скороговорка. А некая строфа из поэмы Манки, Шишупала Вадха. Страфа 19, ну, 19-я сарга, глава 66-я строфа, вот, в которой только она две акшара. Всего лишь два, да, по сути дела, два слога в разных комбинациях. Ну, она вот имеет свой вполне-вполне переводимый смысл. Сейчас попытаюсь прочитать. Так, один раз немножко сбылся. Ну, ладно. Вспомогательный перевод. Устрашающие. Бьира, слоны и бха схватились. Тесно схватились. Абьире-бьире. Перфект. С перфексом. Абьи. Рабх. Абьи-рабх. Да, можно было добавить. В битве с другими. То, что я добавляю, вот, в таком дословном переводе, я всегда, если что-то от себя добавляю, то беру в квадратные скобочки. Многочисленными. Бхури-бьих. Да, бхури-бьих тогда было, потому что, чтобы, как бы, в паузальной форме тогда. Бесстрашными. Абьиру. Абьиру. Бьих. Слонами. Ибхайи. Ибха. Слон. Похожими. Абхай. Абха. Абха. Да, образ которого. Вот композит из Абха. На конце это тоже, собственно, бхури. Да. Похожими на грозовые тучи. Абха. Которые, будучи... Дальше я читаю как предикатив, потому что без предикатива все это не очень понятно. Ну, предикатив один, будучи тяжело нагруженными. Вот бхарин. Бхари-бьих. И поэтому я так вот устанавливаю. Нексус. Будучи. Предикатив два. Тяжелой ношей. Бхарай. Бхара. Бху-бхара. Бху-бхарай. Для земли. Заставляли ее, то есть, землю звучать. А, да, я уже там... Ну, или грохотать я немножечко в документе. Док уже добавил, чуточку исправил. Звучать, грохотать или вот как-то. Как будто бы она была гигантским барабаном. Да. Потому что рейбхин, рейбхи, рейбхин, это заставлять, это именно каузативное. Такой вот нюанс, который, кстати, в английском переводе он совершенно этого не учитывает, да. То есть, как будто они слоны, они звучали как барабаны. Нет, нет. Звучала земля, по которой слоны эти топотали. Вот эти вот другие, эти противослоны, пратихастаяха, они были очень тяжелыми для земли. Почему? Потому что они бхар, они бхарин, они ношу, значит, носили на спине ношу. И эта ноша, комментатор пишет, в комментарии тоже заглянул, она состояла из патака, из знамен и вот такие еще бывают, так сказать, не сидения, а такие вот кабинки, где погонщик слонов. Ну, по-моему, вот можно набрать боевые слоны там в Индии. Что-нибудь, наверное, олиографии какие-нибудь, с битвы из Магабхараты вылезут и там вот эти слоны, они такие домики несут на спинах. И вот они от этих вот домиков и от всех этих знамен, они были нагружены, наверное, мешки еще какие-то были. И вот они были очень тяжелые, и поэтому они были тяжким грузом до земли. И когда они топали, да, и были тучные, как тучи, да, такие мощные, как тучи, когда они топали, в битве вот с этими первыми слонами, то в землях грохотала подобная барабан. Литературный перевод «Устрашающие слоны» схватились в битве с другими многочисленными и бесстрашными слонами, которые видом своим были подобны грозовым тучам и будучи тяжело нагруженными, и потому, представляя собой для земли тяжкую ношу, заставляли ее греметь, как будто бы она была огромным барабаном. Ну и стихотворный перевод я попытался передать, возможно, как можно точнее. «Слоны устрашали, что видом ужасным схватились в битве с другими слонами, что были бесстрашны, и было их много подобных клубящимся тучам могучим, что тяжкую, тяжкую, прошу прощения, ношей на землю ступая, носители груза великого силой всю землю греметь заставляли, и грохот ее был подобен летавров раскатам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова